Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Срок негодности. В результате рейда в список недобросовестных продавцов попали крупные торговые сети. Добро пожаловать в Чувашию. В «Республике» будет создано агентство по развитию туризма. Печатные сокровища. Уникальные здания хранятся в Национальной библиотеке Чувашии. Погода в январе оказалась на редкость непостоянной. И это не замедлило сказаться на дорожной статистике. Количество ДТП как на федеральных трассах, так и на муниципальных магистралях продолжает расти. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на заседании правительственной комиссии. Весь месяц водителям приходилось справляться с плохой видимостью, заносами и гололедицей. Неудовлетворительные погодные условия послужили причиной 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 16 получили ранения. Всего же по различным причинам с начала 2021 года произошло 65 ДТП. Данных происшествий погибло 2 и ранено 9 детей в возрасте до 16 лет. Со смертельным исходом зарегистрировано 7 ДТП, составляет примерно 10,8% от их общего количества. Всего погибло 4 пешехода, 4 пассажира и 2 водителя транспортных средств. В феврале вновь ожидаются обильные снегопады и сильные морозы. Дорожные службы уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. Но если на погоду повлиять невозможно, то качество обучения в автошколах можно и нужно контролировать, уверенные инспекторы. Между тем, именно низкий уровень подготовки водителей – еще одна причина ДТП. Есть автошколы, где процент сдаваемости с первого раза где-то порядка 5%. Иногда группу приходят, представьте, 25-30 человек, из них никто не может сдать. С первого раза на теорию больше половины сразу срезаются, потом автодром, часть и по городу, городских условий. В настоящее время автошколы нацелены только на сбор денег, а не обучение. Сейчас рассматривается вопрос о едином тарифе для всех школ. На данный момент ученику помимо основной суммы приходится отдельно доплачивать за вождение. Такая практика неприемлема, считают в ГИБДД Почуварской республики. Кроме того, инспекторы планируют в ближайшее время проверить у автошкол лицензии. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика. Ситуация с пожарами в регионе остается напряженной. Несмотря на принимаемые меры, в огне погибает все больше людей. В прямом эфире одной из социальных сетей обсудили, как стабилизировать обстановку с пожарами. На вопросы жителей ответил председатель ГКЧС Чуваши Вениамин Петров и начальник республиканской противопожарной службы Герман Михайлов. Из-за чего происходят трагедии? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Можно ли сжигать мусор на дачах? Какие меры предпринимать, если начался пожар в квартире? И через сколько должны приехать пожарные? В первую очередь, если у вас произошел или возник пожар, значит, наверное, не паниковать. Вызвать, тоже пожарную охрану сразу сообщить. Это если по телефону 01, значит, сотового телефона 101, и также через телефон 112 можно сообщить, что у вас произошло. После этого попытаться потушить своими силами, если такая есть возможность. Если, значит, этого не получается, по возможности, значит, нужно, наверное, какие-то самые необходимые документы с собой взять и выйти, значит, на безопасное место, на улицу. Всего с начала года на территории Чувашской республики произошло 84 пожара, в результате которых погибло 18 человек. Спасатели надеются, что подобные эфиры вкупе с другими мерами могут предотвратить трагедии. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика. Проект «Агроконтроль», который стартовал в Чувашии в конце прошлого года, продолжает работу. В результате последнего рейда в список недобросовестных продавцов попали крупные торговые сети «Перекресток» и «Карусель». «Перекресток» и «Перекресток» и «Карусель». Ну, практически вся партия. Дальница сколько? Один год. Один год. Сейчас у нас 21 год уже. Сейчас мы попробуем и то, и то приобрести в данном магазине. Карта есть в партии? Карта у меня в партии. Товар партии желаете? Нет, спасибо. 312. По сроку годности? Леон. Подойди, пожалуйста. По сроку годности смотри, пожалуйста. Вы нам хотя бы скажите, эта продукция не соответствует чему-то? Почему вы отказались сейчас мне ее продавать? Нет, мы просто вам можем поменять. Да, давайте вам поменять. А в связи с чем? Я не могу комментировать. Пожалуйста. Лично я с вами поговорю. Вы не имеете права мне с ним. То есть вы мне отказываете? Мы вам не отказываем, мы вам предлагаем другую продукцию. То есть, а почему товар с срочным сроком годности оказался вообще электричным? Вот не уследили за товаром, а за сроками годности. Часто у вас такие случаи бывают? Нет, не часто. Вот это нужно поговорить с отделом. Кто отвечает за этот отдел, будем устранять недостатки. Устранять недостатки в магазине «Перекресток» пришлось долго. Просроченный товар увозили тележками. Что делать с просроченным товаром работники магазина знают. А вот как он попал на полки, объясняют с трудом. Как вообще оказалось, эта продукция? Ну, к сожалению, человеческий фактор, он везде присутствует. Внимания не хватило. Такие случаи бывают, поэтому наши кассиры на кассе смотрят за сроками годности и продают такой товар. А что мы непосредственно с этой продукцией сейчас будем делать? Мы это будем все утилизировать. Подобная ситуация была и в магазине «Карусель». Там просроченным оказалось детское питание. По словам волонтеров, обнаружить некачественный товар труда не составляет. За время работы проекта «Агроконтроль» в Роспотребнадзор направлено более 50 заявлений. Практически в каждом магазине выявляются факты просрочки. Это и молочная продукция, это хлебоболочное изделие, это колбасные изделия, это рыбные изделия. Данную продукцию мы приобретаем, оформляем заявление в Роспотребнадзор и ждем непосредственно каких-то двигов в этом плане. Чтобы не было на прилавках просроченной продукции, хотелось бы, чтобы наши жители Чувашской республики приобретали только свежую, качественную продукцию. С этим согласны и жители республики, которые успели приобрести просроченный товар. Зашел во время обеденного перерыва в магазин перекусить и столкнулся с таким товаром, которого истек срок годности. И очень странно, и очень странное ощущение, что и покушать хотел, и сейчас это употреблять нельзя. Я думаю, что с этим нужно делать, потому что именно магазины, которые торгуют просроченными товарами, просроченными продуктами, делают очень плохо для населения вообще, для жителей, человека. Почему я заплатил за это деньги, и я должен некачественные продукты употреблять? Падаются вот такие вот просроченные продукты? Ни разу такого не было. Не было. А если в других магазинах какие-то просроченные продукты попадаются, что вот в таких случаях нам сделать, как вы думаете? Ну, обратиться к администратору. Если администрация никак не реагирует? Такого ни разу не было. Всегда у нас в Чувашской республике очень тщательно следят за сроками годности. Ну, я обычно смотрю на дату, так мне вроде не попадалось. Просроченный товар вы уже купили, что уже тогда делать в таких случаях? Ну, иду обратно в магазин. Возвращают? Возвращают, деньги возвращают. Как правило, деньги возвращают даже при отсутствии чека. Но срок годности товара лучше проверять, не отходя от кассы. Рейды же по выявлению нарушений продолжатся и дальше. В ближайшее время пройдет проверка продукции в районах республики. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Всплески политической активности – резонансная тема последних дней. Пока одни митингуют, другие недоумевают. Как можно решать вопросы общественных отношений посредством незаконных акций? А у нас какие-то проводятся акции политические. Я ни разу ни одной не видел. А вот если детей вовлекают в какие-то политические акции, вы как относитесь? К этому плохо отношусь. Потому что дети, они недопонимают и вообще не понимают, зачем они пришли порой. Детей не надо привлекать. А вот ваши действия, если вдруг вы узнали, что ваш ребенок собирается принять участие, ваш ребенок, внук, неважно, что вы будете делать? А я его не пущу просто и все. Объясню и не пущу. А если он не поймет, я все равно не пущу. Против, против. И детям нет. Он, Маша, тут. И детям нет. Я разрешаю ни внукам. Все сидят у меня дома. Вы готовы свой выходной день потратить на участие в политической акции? Нет, мы не готовы. А вообще, когда детей привлекают для участия в политических акциях, внуков, детей, вот как вы к этому относитесь? Я против насчет детей. Ладно, пускай взрослые, пусть воюют. Но детей-то. Я против, чтобы детей не трогали. Надо их воспитать, чтобы любить свою родину. Вы готовы свой выходной день потратить для участия в политической акции? Нет, я вообще не интересуюсь такими собраниями. Мне жалко свободного времени. Надо посвящать его себе. Детей привлекают для участия в каких-то политических акциях? Плохо отношусь к этому. У меня у самой дети. Не пущу детей. Пусть дома сидят. Ты готов свой выходной день потратить для участия в политической акции какой-нибудь? Нет, не готов. А вообще, как относишься? Как-то отрицательно. В социальных сетях все чаще появляются призывы к участию в несанкционированных акциях. Особенно приглашают несовершеннолетних. В МВД Почувашии предупреждают, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством страны ответственность. Все попытки, организации и проведение несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Полиция призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, не подаваться на провокационные действия и не принимать участие в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов. Участие в несанкционированных акциях влечет за собой административную ответственность и штрафы. Родители несовершеннолетних персонально ответственны за поведение своих детей. Административная ответственность за участие в этих акциях предусмотрена в виде штрафа, административного штрафа от 10 до 20 тысяч рублей в отношении граждан. Также могут быть применены такие меры наказания, как обязательные работы до 100 часов и административный арест до 15 суток. Также административная ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в незаконные, несанкционированные мероприятия, такие как митинги. 16-летний возраст – это возраст наступления административной ответственности. Если же подросток участвует в несанкционированном мероприятии, не достигший 16-летнего возраста, то подлежат ответственности административные его родители за ненадлежащее воспитание своих детей. В прямом эфире о школьных экзаменах. Приемное Министерство образования и молодежной политики Республики открыло свои виртуальные двери для учащихся общеобразовательных школ. На онлайн-платформе шло активное обсуждение образовательного процесса. Единый госэкзамен – новый формат его проведения, школьное меню, укрепление материально-технической базы. За час прямого эфира прозвучало около 20 вопросов. Начнем с девятиклассников, собственно, где будут сдаваться эти экзамены. Потому что рассматриваются варианты и в каждой школе, и отдельно. Решение принято. У нас в Республике будет организовано единые центры по сдаче ГИА. И таких у нас будет 46 пунктов по сдаче экзаменов, где будет все организовано не только с точки зрения комфорта для детей, с точки зрения качества. Все же главной темой обсуждения стал единый государственный экзамен. В этом году для выпускников только один обязательный по русскому языку. Это главное отличие от предыдущих лет. Что касается математики, то ЕГЭ по этому предмету базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Второй экзамен выпускник выбирает сам, исходя из того предмета, который необходим для поступления в ВУЗ. Если я буду сдавать профильную математику, не преодолея минимальной пороги, выдадут ли мне аттестат без пересдачи экзамена? Спасибо. Вам аттестат выдадут в любом случае, если будет получен положительный результат по русскому языку. Пересдавать профильную математику для получения аттестата необходимости нет. Волнуются и мамы будущих первоклассников. Все юракские школы переполнены. Дети учатся в две смены. И вот у меня теперь вопрос, планируется ли в нашем городе, в Новочебоксарске, в ближайшее время строится новая школа? Проекта школы в Новочебоксарске на сегодняшний день нет, но есть типовой проект. Мы планируем уже на подготовленный земельный участок, который в Новочебоксарске, привязать школу примерно на 1200 мест. Будут ли работать, как прежде, в этом году детские оздоровительные лагерям? Средства на это в бюджете уже заложены, пояснила министр. Планируется, что кампания стартует 1 июня. И этот вопрос, и множество других, возникающих у родителей, детей и педагогов, требуют своевременных ответов, уверена модератор онлайн-встречи, секретарь Чувашского национального регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Именно поэтому так важно находиться постоянно на связи, вести разъяснительную работу на всех площадках, в том числе и в социальных сетях. Наша задача – донести действительно верную информацию, снять какие-то страхи, может быть, вселить уверенность в том, что все сработает системно, проблемы не будет. Юлия Важенина, Дмитрий Солманов, Республика. В Республике будет создано агентство по развитию туризма. Об этом сообщил министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Одна из задач новой структуры – развитие промышленного туризма. В прошлом году по инициативе Минпронторга России и агентства стратегических инициатив в 15 регионах страны, в том числе и в Чувашии, был запущен проект «Промышленный туризм». В Доме правительства обсудили реализацию дорожной карты по развитию этого направления. Развитие промышленного туризма – одно из приоритетных направлений, адресовано не только любознательным путешественникам, но и представителям бизнеса. Презентуя свои предприятия, промышленники смогут повлиять на лояльность покупателей и заинтересованность партнеров. Хотелось бы уже перейти в практическую плоскость, чтобы мы могли от концепции перейти к реальным действиям. Что мы хотим? Мы хотим в самое ближайшее время наладить работу таким образом, чтобы на выходе у нас получились интересные продукты, которые позволяют каждому предприятию извлекать пользу. У кого-то задачи стоят по работе с кадрами, у кого задачи стоят по продвижению бренда, кто-то хочет зарабатывать. Интересные продукты – экскурсионные программы с технологическими картами и маршрутами по территории предприятий. Все маршруты будут оформлены в едином стиле, размещены на информационной платформе. 16 предприятий «Чуваши» захотели участвовать в пилотном проекте по развитию промышленного туризма. Мы готовим этот пилот, в том числе для того, чтобы на 2022 год выйти с предложением о предоставлении субсидий для предприятий и для пилотов на развитие промышленного туризма в России. Поэтому те, кто заходит в пилотный проект сейчас, те, кто готов по методике отработать, те, кто готов показать результат, и в течение года мы среди всех этих 15 регионов будем проводить, ну так скажем, рейтинг регионов, те, кто займут высокие места в этом рейтинге, те, кто покажут свою заинтересованность и работу, ну мы с большей вероятностью можем рассчитывать в том числе и на субсидии. Могут рассчитывать на федеральные субсидии и туроператоры, если в их предложениях есть экскурсии на производство. Между тем, некоторые предприятия Чуваши уже проводят экскурсии на своих площадках. Основной координатор непосредственно посетил наше предприятие и по факту дал положительную оценку существующей схеме того, как мы проводим промышленную экскурсию у себя на предприятии. И поэтому для нас не составило большого труда составить технологическую карту в экскурсии. Из горизонтального контакта я могу сказать, что карта соответствовала всем требованиям, которые выдвигала как раз непосредственно саму оси. К разработке технологических карт и уникальных продуктов предлагают привлекать и студентов, которые получают компетенцию туризма в госуниверситете. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. В Шумерлинском районе установили памятный знак, посвященный героическому подвигу строителей сурского рубежа. Осенью 1941 года шумерлинцы вместе со всей Чувашей вышли на строительство оборонительного рубежа. Он брал начало в Алатаре и проходил через территорию района до Ядрина. И хотя участников великой стройки осталось совсем мало, земляки помнят об их трудовом подвиге. Благодаря проекту «Наш сурский рубеж обороны» разработан историко-патриотический маршрут. Один из пунктов – памятная стела. До сегодняшнего дня в каждом населенном пункте есть у нас памятник или подпамятник военным победителям, участникам войны, поименно расписанным в граните. Дружинникам было ни одного не было. Мне, как работникам сельскохозяйства, было немножко обидно, чтобы восстановить справедливость. Как продолжатель дела наших отцов и дедов, которые жили в деревне и работали в колхозах, я взялся за это дело. Памятник изготовлен на сегодняшний день, дружинникам дела. Мое место будет установлен в новом парке Победы в деревне Шумерле. Со временем здесь воссоздадут фрагмент комплекса оборонительных сооружений, чтобы каждый, кому дорога память о Великой Отечественной войне, смог прочувствовать атмосферу тех суровых дней. И это место мы не зря выбрали, потому что, проезжая здесь, эта дорога идет на понтонный мост, который соединяет Чувашскую республику с Нижегородской областью. Я очень надеюсь, здесь многие будут фотографироваться, но самое главное, я уверен, что они задумаются, почему эта стела здесь стоит, что здесь было, и благодаря чему у нас сегодня Россия живет и развивается. Я очень надеюсь, особенно молодежь будет вот это помнить, и у них останется это на всю жизнь, что не зря, не зря это было сделано. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. И в продолжении темы о знаменательных и памятных событиях военных лет, простым и доступным для детей языком. Вызвать интерес к великому прошлому страны и рассказать о трудовом подвиге – задача непростая. Проект «Сурский рубеж» активно реализуется в одном из столичных детских садов. Выходила, наверное, Катюша, на высокий берег на плитой. Известная песня до сих пор берет за душу. Незамысловатый сюжет о девушке по имени Катюша, которая передает привет бойцу и просит беречь родную землю. Ее любили петь во время войны на фронте и в тылу. Дошкольный возраст – это возраст эмоциональной памяти детей. И от того, как мы расскажем детям об этом событии, какие слова подберем, какие интересные мероприятия мы организуем, это останется в сердце каждого ребенка. Осенью и зимой 41-42 годов на территории республики строили оборонительные рубежи. Воспитатели рассказали детям, в каких тяжелых условиях работали жители. В дождь и в холод, практически без отдыха и теплой одежды. Враг не должен был пройти вглубь страны. Все делалось ради победы. 380 километров оборонительных сооружений были построены. Ребята слушали, затаив дыхание. Вместе с педагогами они даже изготовили макет сурского оборонительного рубежа. Я бы слепил солдатиков. Солдатиков. А они у тебя что будут делать, Марат? Ну, они будут сражаться против немцев. Защищать нашу? Страну. Чувашек. Важность таких мероприятий трудно переоценить. Такие мероприятия важны для детей, для того, чтобы привить, воспитать в них юных патриотов нашей страны, чтобы они не забывали подвиги наших прадедов. В Национальной библиотеке Чувашской Республики существует отдел уникальных книг. Центр редкой книги и консервации документов насчитывает 17 тысяч экземпляров. О работе центра в следующем сюжете. Отдел под названием Центр редкой книги и консервации документов ведет свою историю с 1995 года, когда домашнюю коллекцию известнейших купцов и меценатов братьев Таланцевых и фолианты из Чебоксарской публичной библиотеки выделили в специальный фонд. Кроме этого, за многие годы сбора, изучения, написания проектов, в ходе которых мы приобретали книги, дарили нам очень много книг, сформировалось еще несколько крупных коллекций. Самая значительная из них, самая значимая для нашей республики – это коллекция редких краеведческих изданий. Очень большая и значимая тоже коллекция – это коллекция «Айгиана». Мы ее назвали книги, публикации, документы, касающиеся жизни и деятельности нашего народного поэта Чуваши Геннадия Айги. Еще одна коллекция – это рукописное и старопечатное издание. Здесь хранятся книги, изданные до 1830 года, так называемые книжные памятники. Самая древняя книга датируется 1643 годом издания. А это – самая монументальная книга. Одна из самых интересных книг внешне – это «Апостол», изданный, правда, в конце 19 века в Москве в типографии диноверцев. Но она интересна своим объемом. Книга появилась в библиотеке в 2003 году, после археографической экспедиции по Чувашии. Здесь же можно познакомиться и с самой маленькой книгой. «В моих руках одна из самых маленьких книг редкого фонда национальной библиотеки. Попробую ее прочитать. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песни святой». Еще одно издание, появившееся в ходе археографической экспедиции, это уникальная рукописная книга «Ирмологий». «К нам она поступила очень грязная, она была залита чернилами, здесь остатки видны, очень много было утрат, листы отходили, и она прошла полную реставрацию силами наших сотрудников в сектор консервации». Сектор консервации занимается обеспечением сохранности фонда библиотеки и помогает центру редкой книги в поддержании условий хранения уникальных изданий. «В силу разных причин происходит повреждение книг, журналов и так далее. Мы занимаемся реставрацией, переплетом таких документов. Вот, например, у этой книги выпал книжный блок из переплета. Его нужно подшить, его нужно вставить обратно в переплет. Также мы для хранения самых ценных книг, самых ценных документов из специального бескислотного картона изготавливаем вот такие вот контейнеры». Немалую долю фонда составляют и книги с автографами, дарственными надписями авторов и лиц, принимавших участие в здании. Среди них и легендарный Андриан Николаев, и басни Михалкова. Чтобы увидеть редкие и уникальные книги, нужно стать читателем Национальной библиотеки. Ульяна Питакова, Александр Атяков, Республика. В это воскресенье в физкультурно-спортивных организациях Республики пройдет день открытых дверей. На спортивных площадках запланированы интересные мастер-классы и встречи с ведущими спортсменами Чувашии. Посещение катков, бассейнов и фитнес-центров для всех желающих будет бесплатным. При нахождении в учреждениях спорта необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это были главные новости пятницы 29 января. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова